Обсуждаем эту тему с доктором физико-математических наук и экспертом по вопросам атомной энергетики Людвигом Литвинским. Людвиг, здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Людвиг, вот среди прочих заявлений, Энергоатом опубликовал заявление, в котором говорится, что подрыв Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. Расскажите, пожалуйста, о каких последствиях, о каких именно последствиях может идти речь? Честно сказать, я не вижу таких последствий для запорожской атомной станции непосредственно подрыва Каховской ГЭС. Единственное серьезное последствие – это то, что Россия может повторить тот же самый подвиг непосредственно на Запорожской АЭС, поскольку цеха Запорожской АЭС тоже заминированы и тоже успешно могут быть, в кавычках, подорваны Россией. Все остальное не так принципиально, то есть утрата воды в текущем состоянии запорожской атомной не грозит, поскольку охлаждение производится из престанционного прудоохладителя, а прудоохладитель петротехнически развязан с Каховским водохранилищем. Вы знаете, Людвиг, просто это поражает, что мы обсуждаем такие темы в 21 веке, но все же вы сказали о том, что и ваше мнение разделяет не один, я уверен, человек, что Россия, судя по ее действиям, может осуществить теракт и на Запорожской АЭС. Но скажите, вот радиация, она же не работает, как машинное масло, вот где разлили, там оно и лежит. Радиационное облако, оно может отправиться куда угодно, и теракт на Запорожской АЭС, он в том числе может угрожать и безопасности, здоровью и жизнью миллионов россиян на территории непосредственно России. Неужели вот эти функционеры, это военное руководство безумное, и эти безумцы в Кремле, они этого не понимают? Или не стоит обсуждать это в сфере понимания с теми людьми, чьи солдаты рыли окопы в зараженном радиации в Чернобыльском лесу? Ну, экологический терроризм тоже вроде как никоим образом не оправдан с точки зрения влияния на население, которое Россия начала считать своим после проведения этих псевдореферендумов. Это не помешало России подорвать Каховскую гидроэлектростанцию и устроить наиболее масштабный кризис, наиболее масштабную катастрофу в Украине после катастрофы на Чернобыльской атомной станции. То же самое совершенно бездумно Россия выполнит и на Запорожской атомной станции. Я, честно сказать, мало в этом сомневаюсь. Иной причины, зачем минировать энергоблоки, я не вижу. Если ружье повешено на стенку в первом акте, то в последнем акте оно выстрелит. Угроза того, что подобный теракт будет осуществлен на Запорожской атомной станции, когда начнется жест доброй воли, на мой взгляд, очень высока. О Каховском водохранилище. Вот цитата «Энергоатома». Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция ЗС получала подпитку для конденсаторов турбины системы безопасности станции. Сейчас станционный пруд охладитель наполнен по состоянию на 8 утра вчерашнего дня. Уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. Каховское водохранилище милеет. Как долго этого, во-первых, как быстро будет объем воды уменьшаться, и как надолго хватит этого для того, чтобы обеспечивать нужды охлаждения ЗС? На мой взгляд, до бесконечности, по той простой причине, что если существуют другие источники пополнения запаса воды, в частности артезианские источники, которые могут поставлять воду, плюс к этому временное оборудование для закачки воды по Руслу-Днепра тоже возможно к установке. То есть это не составляет сегодня основную проблему для Запорожской атомной станции. Плюс к этому потери воды из пруда охладителя, они существенно зависят от того, работает или нет Запорожская атомная станция. Поскольку с сентября прошлого года все энергоблоки остановлены, потери воды на испарение существенно меньше, чем при нормальной эксплуатации Запорожской станции. В результате того, что мы видим серьезной угрозы для охлаждения, нет. Я повторюсь, серьезная угроза это использование того же шага, который был реализован на Каховской ГЭС. Ну и то есть сейчас Украина должна в срочном порядке предпринять эти свои действия, для того, чтобы нативные источники наполнения Каховского водохранилища были реализованы. Как много времени, какие усилия нужно для этого приложить, сколько человеческих ресурсов? Во-первых, Украина сейчас этого предпринять не может по той простой причине, что территорию промплощадки Запорожской АЭС оккупирована и остается оккупированной. До жеста доброй воли что-то сделать Украина бесспорно не может. После такого жеста, я думаю, достаточно быстро все будет приведено в более безопасное состояние. Но, честно говоря, тому, что россияне вот просто так уйдут, не на пакости, в напоследок, у меня надежды мало. Людвиг, а скажите, вот как вы думаете, МАГАТЭ имеет реальное влияние на то, что происходит сейчас на Запорожской АЭС? Нет, не имеет. А какой смысл тогда вот этих приездов, комиссий, того, что Гросси туда наведывается? Что это? Просто командировка? Да, на мой взгляд, это попытка сохранить хорошее лицо при паскудной издаче ТАП, не более того. А кто может иметь это влияние? Существует ли в мире, я не знаю, человек, организация? Или это только после контрнаступления ВСУ? И ВСУ, вооруженные силы Украины здесь являются ключевой такой силой для того, чтобы прекратить всю эту катастрофу, которая происходит на АЗС. Кто-то может повлиять на то, что там происходит, и как-то, не знаю, повлиять на Россию, повлиять на Путина, изменить эту ситуацию, если не может МАГАТЭ? Да, может, я уже неоднократно это повторял. Рамштайн. То есть предоставление большего количества оружия, лучшего, очевидно, оружия, Украине. И как можно быстрее. А скажите, как вы думаете, что может повлиять на Путина, на военное руководство Российской Федерации, чтобы они осуществили теракт на Запорожской атомной электростанции? Ну, вот эти вот пресловутые линии, красные, коричневые, какого они там цвета уже? Ну, что может повлиять на сумасшедшего, я предсказать не могу. Я не эксперт по вопросам психиатрии. Но достаточно очевидно, что перед тем, как уходить, будет реализован давно озвученный принцип «да не доставайся ты никому». Да, вы знаете, мы сегодня с коллегами, готовясь к эфиру, в том числе говорили, что вот этот вот принцип «не доставайся ты никому», судя по всему, да, действительно начала применять Россия. И применяют принципы, которые все более и более скатываются в Средневековье. И бабы новых нарожают. Ну, это, конечно, более советский, сталинский принцип. Но, тем не менее. Не повезло Украине с таким соседом. Это неоспоримый факт. С доктором физико-математических наук, экспертом по вопросам атомной энергетики Людвигом Литвинским говорили о возможных последствиях подрыва Каховской гидроэлектростанции для Запорожской атомной электростанции. Продолжение следует...